Непогода накрыла сразу несколько российских регионов. На Чукотке приостановлено авиасообщение в Ульяновской области. Из-за низкой видимости на трассах ограничено движение автомобилей. Сложная обстановка и на дорогах в Крыму. А вот в столичном регионе предупреждают о резком похолодании. Егор Киселев продолжит. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Это подъемно популярный у крымчан и туристов плато Ай-Петри. Метель тут была такая, что на отдельных участках высота сугробов с человеческий рост. Местные власти разрешили подниматься только автомобилям повышенной проходимости с цепями на колесах. Очуметь. Это мы в начале хвоста. Здорово. Вот так и ездим. Заторы на дорогах в Ульяновской области. Как правило, движение перекрывают большегрузы, буксующие на подъемах заснеженных трасс. В самом областном центре за минувшие сутки коммунальщики вывезли 3,5 тысячи тонн снега. Лопатами и щетками рабочие прочищали трамвайные пути. Тяжелые вагоны не могли пробиться через сугробы самостоятельно. Ветер около 30 метров в секунду принес в Анадрис снежный шторм с Северного Ледовитого океана. Он переворачивал скамейки и урны. Из-за непогоды сегодня в школах отменили занятия. В аэропорту все авиарейсы. Не вышли на маршруты пассажирские автобусы. До ближайших населенных пунктов людей возят на вездеходе МЧС. А вот в Якутии, наоборот, школьники вернулись за парты. Сегодня в столице республики потеплело до минус 42. Январь стал одним из самых холодных за последние 30 лет. Среднемесячная температура составила минус 44,5 градуса. По прогнозу метеорологов, регионы Сибири в ближайшие дни ожидают морозы до минус 50. Они придут в Иркутскую область и Красноярский край после мощных снегопадов. Снегопад в Красноярске. Дорог нету почти. Ничего не видно. К резкому похолоданию стоит готовиться и жителям европейской части России. После аномальной теплой январской недели уже к четвергу в столице дневная температура опустится до минус 7. Вторая половина недели, даже конец ее, это пятница и выходные. Минимальная температура минус 14, минус 19 градусов. По области местами ниже минус 20 градусов. Суровый холодный фронт придет с акватории Карского моря. Потепление до климатической нормы ждать стоит только в середине февраля.